Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Обсудим очередной видеоролик. Толпы перед супермаркетом Фенла. Всю рыбу разобрали. У них написано Венла. Ну, кто-то писал, что правильно Фенла. Ну, в общем, девки попёрлись совершенно в другой город. И получается, что это даже и другая страна. И попёрлись. Зачем туда, спрашивается? Пошастать по магазинам, да. Это, прикиньте, это вот нечего делать. Чтобы купить рыбы, да, получается, и Марине, и себе, это надо было столько ехать. И это ж, похоже, билеты, что ли, покупать? Или у них, получается, что проездной? Я вот в этом как-то не понимаю. Поехали, значит. Ходили, бродили, где толпы людей. Снимали, что столько много людей. Ой, столько много людей. А как мы добирались? Это вообще типа катастрофа века. Девки, девки, вы молодые. И вы стонете, что вы добирались фиг знает как. Хотя, знаете, вот посмотрите на превьюшку на Аньку. Какие у неё уже в 24 года отёки под глазами. Ну, правда, это скорее говорит о том, что перепойчик, что ли, был. Ну, у них же, как мне кажется, на ночных стримах всегда 100-граммовочка опрокидывается. Ну, или не 100-граммовочка, а пол-литровочка пива, либо там сколько, 700-граммовочка вина. Они же, я смотрю, уже начинают за старое браться. Девкам скукота надоело, уже хочется веселиться. А потом они говорят, что по 5 часов немецкий учили. А по сути, по 5 часов дрыхли, стопудово. В общем, приехали, на рынке пошастали и рыбу не нашли. Не купили рыбу. Попёрлись в супермаркет, гипермаркет. Ну, и там нашли рыбу копчёную. А хотелось им разной рыбки. И они хотели купить, получается, что рыбу Марине и себе. Ну, они же собираются пойти Марину проведать, да ещё её поснимать. Ну, ой, все интересуются Мариной, что я не увидела в комментариях. И раньше не видела, чтобы про Марину кто-то спрашивал. Да, и поэтому тут я говорю об этом, что что-то якобы Марина не видно туда-сюда. И поэтому они уже устраивают своё показательное представление. Это вот, прикиньте, стоило ехать, стоило ехать, чтобы, можно сказать, практически ничего не купить из того, что нужно. Но, правда, они напаковали целую корзину. Целую корзину хотели на кассе вернуть, потому что, ну, как бы взяли то, что им не надо, ну, а то, что надо, не нашли. Но, походу, они передумали, потому что целая огромная сумка у них была. Что они там покупали, они не показывали, распаковки на сей раз не было. Ну, я думаю, что ещё целый видос запишут с распаковкой, что они там накупили. У них же всегда, да, контент. Ходим, бродим, тоску наводим сначала, а потом распаковочка, ребата, ребата, распаковочка. Тут уже, знаешь, наперёд, что они покажут. А потом к Марине поехали. Десять минут ходили-бродили, десять минут распаковывали и десять минут у Марины посидели, поснимали. Ну, что, целую сумку они там напаковали. Дальше Настя где-то там затерялась. Слушайте, она вот такая какая-то вся как будто потрёпанная, как будто невыспанная, как будто, я не знаю, как будто её побили чем-то. А такая какая-то, как будто, ну, я не знаю, правда, с перепоя, что одна, что вторая. Выползла из этого супермаркета. Прям обязательно надо было грязь там какую-то снимать. Аньке банки валяются, вон, типа, посмотрите. Анька, а чё ты у себя не снимала в Украине? Или у вас банки не валяются, бутылки не валяются нигде? Так у себя бы снимала и показывала. Ходишь, только мусор снимаешь. Нет бы чё красивое, да интересное поснимала. А то только бы кого-то высмеять. Вот такая прям язвенная бобёнка. Такая молодая, а столько желчей грязи внутри. Жесть. Ну что, да, сказали, купили рыбки. Да, купили. Но то, что хотели, они не купили, потому что всю рыбу разобрали. Ну и дальше они уже сидели, ждали свой поезд. Я думала, что ещё покажут, как я уже говорила, распаковку. Распаковку не показали, но, в общем, тут уже подъехал поезд, у них закончился видос. И видос на 10 минут 41 секунду. Ой, прям, а такой, слушайте, видос. Прям столько нужной информации, сколько людей. А в супермаркет уже не пускают, потому что в супермаркете столько людей, столько людей, что надо, чтобы повыходили люди, чтобы зашли новые. Нам зачем это? Нам вот зачем эта информация? Мне, как всегда, интересно почитать, что им пишут. И пишут им. Сегодня Настёнка сильно деревня. Не, она ж да, она ж в этих галошах ходила, в этих сандалях. И Анька же её специально снимала. Снимала, что она в этих вот ходит галошиках. И кто-то ей написал, чтобы она сходила в них в джоп-центр. И написали ей сегодня стрим. Анька ответила, да. Конечно! Конечно! Надо же музычку включать и деньги собирать. Есть же не за что. Бедные, несчастные. Никак не нажрутся. И дальше им пишут. Рыба девочки есть. Просто осталась дорогая. Не для вас. Во! Точно! Ну и дальше. В чём проблема-то была? Одна на кассе осталась. Вторая отнесла лишнее. Ну, действительно. Какие проблемы? На что Анька ответила. Людмила, там реально не пройти обратно. Ну, им сказали тогда, оставляйте на кассе. Какие проблемы? Но они решили, похоже, всё скупить. И дальше пишут. Почему туда все едут из Германии? Это показатель, какие продукты в Германии? Я не думаю, ребят. Это, как мне кажется, больше гнилые понты. И эти гнилые понты, я думаю, на них повесила Марина. Потому что эта Марина показала им эту рыбу, рассказала, что там вкусная рыба, свежая рыба, несолёная рыба. И вот теперь поэтому они туда таскаются в надежде купить рыбёхи. И вот, я думаю, они попёрлись туда, чтобы, ну, типа Марине купить, да, гостиниц, рыбку, которую она любит. Это я просто так думаю. Ну, и контент, контент! Куда же без контента? Да был бы контент. А то вот снимают какой-то отстой. Самый настоящий. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока! Пока!